Oi amigo, como vai? Tudo bem? В этом диалоге мы узнаем, что нужно было купить туристу в Бразилии. Если ты хочешь изучить полезные фразы для покупок на португальском языке, узнать разницу между глаголами ser и estar в португальском языке, которые переводятся одинаково в русском языке быть, а также легко использовать всю систему чисел в португальском языке, тогда бери свой любимый напиток, устраивайся подробнее и поехали! Привет, друзья! Меня зовут Дмитрий и добро пожаловать на мой канал для всех любителей иностранных языков и путешествий. И сегодня на наш курс по португальскому языку. Португальский язык по диалогам. Легко, быстро и с удовольствием. Всего за 30 диалогов вместе со мной ты проходишь этот увлекательный путь от нуля до уверенного использования португальским языком на уровне А1 и ты сможешь использовать португальский язык в повседневных ситуациях, ну и, конечно же, в путешествиях. Если ты хотел бы проделать этот путь вместе с нами в нашем крутом сообществе любителей языков, тогда вначале предлагаю подписаться тебе на мой канал, сделай красную кнопку серой, не забудь нажать на колокольчик, иначе пропустишь новые видео на моем канале. Ну и, конечно, жду я тебя лайк и комментарий, потому что каждый твой лайк и комментарий меня мотивирует дальше снимать полезные и интересные видео для тебя. Итак, поехали! Сегодня у нас пятое занятие, и по традиции, как всегда, мы сначала послушаем предыдущий диалог, чтобы посмотреть, насколько хорошо ты его проработал. Сейчас я тебе предлагаю расслабиться, можешь даже закрыть глаза, и послушать наш предыдущий диалог. Я знаю, она проходит с Инессой. Я знаю, она проходит с Инессой. Ты живешь здесь в Бразилии? Да, и ты? Я тоже. Так, давайте на пистолет? Отлично. Если ты все понял, ты большой молодец. Если нет, я тебе рекомендую вернуться к предыдущему занятию. А сейчас мы его прочитаем все-таки вместе, потому что до седьмого диалога я хотел бы с тобой вместе практиковать чтение на португальском языке. Мы не будем обсуждать все подробности грамматически. Это было в предыдущем занятии. Сейчас мы просто прочитаем. Давай так, я тебе даю несколько секунд. Сначала читаешь ты, потом я. Выделенный участок. Носовой звук. Немножко с трудом произносим в части носа. О безударном положении ты знаешь, как произносится у ВАМУС. Читаем. Тут единственный момент. Обратите внимание. Аманья. Н и. Аманья. Аманья. Следующая фраза. С bio. Я знаю. Аманья. ЭЛА. ВАЙ. КОМ. АНЕС. КОМ. АНЕС. Вы в безударном положении произносим как и. И вы. Теперь ты. Я тоже. Читаем. Давай еще раз почитаем вместе прямо со мной. А манья Анна vai para Buenos Aires. Я sei. Она vai como a Inés. Вы fica aqui в Бразилии? Да. И вы. Я тоже. Молодец. Здорово. И сейчас давай послушаем новый диалог. Предлагаю расслабиться. Можно даже закрыть глаза. И постараться услышать знакомые слова. Либо догадаться о чем идет речь в этом диалоге. Это был наш диалог. Давай сейчас его разберем по косточкам. Итак. А туриста. Турист. Туриста. Несмотря на то, что существительное оканчивается на а. В данном случае это может быть турист женщина и турист мужчина. Туриста. Добрый день. Обычно тарджи это послеобеденное время с двенадцати до шести часов вечера. Соу. Туриста. Соу. Я есть турист. Мы можем опускать эу-я. Но обязательно глагол связка быть. Соу туриста. Я турист. И керу. Глагол керер. Хочу. И керу. И хочу. И мне нужна. Либо я хочу. Ум-ма-па. Карта. Да-си-да-джи. Карта мужского рода. Поэтому будет Ум. Ума. Это был бы женский род. Ум-ма-па. Карта чего? Города. Поэтому у нас соединительная частичка. Да. Ум-ма-па. Да-си-да-джи. Обрати внимание, как произносится город. Си-да-джи. Потому что Д перед гласными ЭИ произносим как джи. Си-да-джи. А сеньора. Когда мы обращаемся вежливо к кому-то на улице, вы, мы говорим по-русски, вы могли бы, мы обращаемся либо а-сеньора, если это женщина, либо у-сеньор, мужчина. А-сеньора кер. Вы хотите или вам нужно ума-па Эм-инглез. Эм-инглез на английском языке. У-у-у или Эм-португез. Либо на португальском. А сеньора кер ума-па Эм-инглез. У Эм-португез. Эм-португез. На португальском. Вот это тоже у нас носовое буква-сочетание Эй. Эм-португез. Майз-а-гума-койза. Что-нибудь еще. У нас буковка Эл часто произносится, если она не стоит ни в начале слова, как У. Аугума. Не алгума, а У. Ау-аугума. Майз-аугума-койза. Койза. Си-да. Приси-зу-джи. Вот как раз глагол нуждаться. Приси-зар-джи. Нуждаться в чем-либо с предлогом джи. Приси-зу-джи ум-отеу. Отель. У нас хане читается. Отеу. Ум-отеу. Перту. Это поблизости рядом. Даки. Отсюда. Дословно поблизости отсюда. Перту. Даки. Си. Приси-зу-джи ум-отеу. Перту. Даки. Я не хочу. Отрицание нау. Если мы хотим сказать не. Буду что-то делать. Это у нас будет нау. Ставим перед глаголом. Я не хочу. Каменьяр. Каменьяр. Не. Каменьяр. Ходить пешком. Мульду. Много. Это наш диалог. Давай сейчас с тобой послушаем. И ты произноси, когда будет пауза между фразами. Громко вслух. Тренируй произношение, чтобы слышали твои соседи. Поехали. СЕСТА АУЛА А ТУРИСТА БОА ТАРДЕ. СУ ТУРИСТА И КЕРО У МАПА ДА СИДАДЕ. ПОТАЙ ТАРДЕ. А СИДАЗ СИДА ? ССИДА ДА СИДА KЕРО У МАПА ГОРО ЦИБА campaigns ninguém? Буду и другие. ПОТАКИ. ПОТАКИ. В ПОТАКИ. В МАПА И ПОТАКИ. ПОТАКИ АЛЕСТА could you? Отлично. Хорошо. Если у тебя есть возможность, можешь еще раз вернуться и послушать еще раз, громко повторяя слух. Теперь мои комментарии по диалогу. Ну, конечно же, начнем с полезных фраз. Добрый день. С двенадцати дня до шести вечера. Я есть турист. Если у нас будет слово мужского рода, это неопределенный артикль женского рода. Например, хочу одну книгу. Пресизу джи ум ума. Мне нужна, нужен пресизар джи, нуждаться в чем-либо. Майс агума койза. Что-нибудь еще. В нашем диалоге встретилось три новых глагола. Керер хотеть. Либо еще может передеться как любить. Пресизар джи, нуждаться в чем-либо. И каменьяр ходить. Можешь взять любой из этих глаголов и проспрягать его. Потому что сейчас мы доводим спряжение правильных глаголов в португальском языке в настоящем времени до автоматизма. Возьми, пожалуйста, один глагол и проспрягай его и отправь в комментариях. А сейчас мы с тобой разберем разницу между глаголами быть. В русском языке у нас глагол быть один, а в португальском языке их два. Сэр и стар. Причем в чем хитрость португальского сэр и стар? Это глагол-связка. По-русски мы говорим я Дмитрий. И у нас нету никакого глагола-связки. А в португальском, как и во многих языках европейских, должен быть глагол-связка. Я есть Дмитрий. Eu sou Dimitri. Eu sou Dimitri. Она учитель. Она есть учитель. Ela é professora. Итак, два глагола. Сэр и стар. Кстати, глагол-сэр у нас был в первом занятии. Давай его повторим. Значит, Это глагол быть-сэр и глагол быть-эстар. Я тебе рекомендую поставить на паузу и в свою тетрадку или блокнот по португальскому языку записать спряжение данных глаголов. Ну и, конечно же, постараться запомнить. Ты можешь спросить, а в чём же разница между этими глаголами, если на русский язык мы переводим одинаково быть. Да и при этом в русском языке мы не используем, потому что это глагол-связка. Давай разберём. Сейчас ты видишь слайд на португальском языке. Ничего страшного. Я всё прокомментирую. Глагол-сэр, когда мы используем для чего-то постоянного. Глагол-сэр это постоянное. Глагол-эстар что-то временное. Часто это нахождение где-то, либо наше самочувствие. То есть, глагол-сэр, глагол-связка, когда мы говорим о чём-то постоянном, что не меняется. Ну, к примеру. Давай сразу перейдём к примерам. Мария. Тут ниже ты должен увидеть. Мария эй-профессора. Мария есть учитель. Это её профессия, и она этим занимается на постоянной основе. Жоанна эй-португеза. Жоанна из Португалии. Это профессия, это, вернее, не профессия, это национальность. Поэтому это постоянное качество. Карлос эй-алегре. Карлос весёлый человек. Это его качество характера. Он всегда весёлый, позитивный. Поэтому у нас будет Карлос эй-алегре. Это его постоянное качество характера. Глагол эста чаще всего используется для нахождения, допустим, я дома. Но я же дома не постоянно. Я могу через какое-то время из дома выйти. Либо мы обозначаем, например, я болею. Кстати, сейчас немного приболел. Поэтому если вдруг я буду кашлять, сразу же извиняю. Я есть больной. Но я же выздоровлю, надеюсь, очень скоро. Какие есть примеры у нас на слайде, которые ты видишь? Мария эста нутравалью. То есть сейчас Мария находится на работе. Мария есть или находится, можно так ещё переводить на русский язык, на работе. Жоанна эста нутбразиу джиферияс. Жоанна сейчас в Бразилии на каникулах. Ну или она находится в Бразилии на каникулах. Карлос эста алегре. Карлос счастлив, доволен. То есть он сейчас в данную минуту счастлив, доволен. Может быть, он не всегда такой счастливый и довольный. Надеюсь, ты видишь эту разницу. На русский язык мы либо не переводим эти глаголы, либо мы переводим как есть, находиться. Я есть Дмитрий, я есть дома. Просто по-русски я дома. А по-португальски нельзя сказать я дома без глагола связки. И ещё раз, глагол сэр это когда мы обозначаем что-то постоянное. Эйусоу джимитри, я Дмитрий. Эйусоу профессор, я учитель. И глагол эстар, либо... Извиняюсь. Глагол эстар это либо нахождение где-то, временное нахождение где-то, либо самочувствие. Эйусоу эмказа, я сейчас дома. Эйусоу дуэнчи, я болею. И то есть по-португальски будет я есть болеющий. Надеюсь, ты понимаешь эту разницу. Если есть какие-то вопросы, обязательно их пиши. И второй момент на сегодня. Это числительные. В португальском языке рано открыл слайд. Мы с тобой на предыдущих занятиях уже проходили числительные. Сейчас, пожалуйста, поставь на паузу и посчитай до 20 по-португальски. Как только посчитаешь до 20, включай запись. Надеюсь, у тебя получилось посчитать до 20. А сейчас поставь на паузу и посчитай десятками. 10, 20, 30, 40 до 100. Ставь на паузу и считай до 100. Отлично. Я надеюсь, у тебя проблем нету, потому что мы это с тобой уже проходили. Я еще раз на экран вывожу все числительные в португальском языке. И мы с тобой говорили, как называть двухсложные числительные. Например, 25 у нас будет винчи и синку. То есть мы добавляем между единицами и десятками союз и и. И сегодня, на что мне хотелось обратить внимание, это на сотни, которые мы еще не проходили. Значит, что это будет? Семь. Двести. Дузентус. Либо дузентас. Если у нас будет существительное женского рода. Тут у нас идет согласование. Двести книг, например, Дузентус ливрус, а не мужского рода. Но. Дузентас казас. Двести домов, потому что слово дом, ума, каза, женского рода. Триста. Трезентус. Четыреста. Куатросентус. Пятьсот. Кинентус. Шестьсот. Сейсентус. Семьсот. Сетесентус. Восемьсот. Ойте. Ойту центус. Девятьсот. Новэсэнтус. Тысяча. Мил. Две тысячи. Двось мил. Либо дуас мил. Это форма женского рода. Ум миллиау. Миллион. Двось миллиой. Два миллиона. Давай еще раз. Сотни. Семь. Дузентус. Трезентус. Куатросентус. Кинентус. Сейсентус. Сетесентус. Ойту центус. Новэсентус. Это того, чего не хватило, не хватало у нас в общей системе чисел в португальском языке. Можешь поставить на паузу и еще раз, вернее, записать то, чего ты не знал. И мы с тобой подходим к концу нашего занятия. Давай еще раз послушаем наш новый диалог. Расслабься и послушай. Ну, отлично. Надеюсь, что сейчас ты понимаешь весь диалог. Напоминаю тебе, что у нас есть приложение Quizlet. Под этим видео ты найдешь ссылку. Ты можешь добавить модуль со словами и фразами этого диалога и практиковать со своего мобильного устройства в любое время. Как тебе сегодняшнее занятие? Если оно было интересным, полезным, ставь лайк. И, конечно же, пиши комментарий, что тебе понравилось. Суперсоветы на экране ты видишь. Каждое новое занятие необходимо прорабатывать три раза. Сегодня, сейчас первый раз основательно. Потом второй раз прослушиваешь и повторяешь. И так делаешь два раза. Либо делаешь первый день, второй, третий день. Если же ты в интенсивной форме изучаешь португальский язык, тогда, например, утром, в обед, вечером. И маленькое занятие, задание прямо сейчас. Проспрягай, как я тебе уже давал это задание, проспрягай любой новый глагол из этого диалога в настоящем времени и отправь в комментариях. А также, ставь, пожалуйста, несколько примеров с глаголами ser и estar. Вот такого простого рода примеры, которые я приводил на занятия. Я с удовольствием их почитаю. А я желаю тебе удачи в изучении португальского языка. И мы увидимся очень скоро. Nos vemos muito pronto. Чао-чао.